В Бендерах открылось 13 детских садов. В дошкольных учреждениях соблюдаются все предписанные карантинные требования. В группах регулярно проводится проветривание помещений, санитарная обработка поверхностей, трехразовая термометрия. Детский сад номер 11 открылся на прошлой неделе. В группах до 12 детей. Их родители работают. Также в приоритете многодетные семьи и льготники. Каждый случай рассматривают индивидуально. Главное – безопасность детей и персонала. Мы сдавали тесты на ковид-инфекцию. У нас все тесты были отрицательные. Мы прошли в положенном порядке по графику медосмотр соответствующий. 100% здоровый коллектив. Поэтому приступили к работе и работаем. Сережа, как и все ребята, очень соскучился по детскому садику. Говорит, за время карантина освоил все игры. Но не хватало друзей. Карантин – это непростая вещь. С ним нужно сражаться, бороться. Я очень хотел играть с детками, потому что я не пойму, зачем этот карантин с Китая пришел. Ну, уже это надоело, но терпело тогда. И, наконец-то, я уже в садике. Утро в саду начинается с измерения температуры. Большую часть времени дети проводят на воздухе. Питьевой режим в особом порядке. Один поднос с чистыми чашками, другой – пустой поднос. Ребенок подходит, пьет водичку, переворачивает чашку вверх дном и идет гулять. Следующий через час выходит помощник воспитателя, приносит другие чашки. Эти использованные чашки забирает в группу, обрабатывает их и так два раза до обеда. Берем чашечку, пьем водичку. Приемы выдачи детей теперь тоже по новым правилам. Только на участке. В этом детском саду используют четыре входа, чтобы ребята из разных групп не пересекались. Все занятия и игры на прогулке. Исключено взаимодействие детей из разных групп и массовое мероприятие. Все сотрудники системы нашей обязательно должны владеть знаниями, как вести себя в случае и обнаружения заболевшего ребенка в новых условиях. А так полный спектр действий, знать работы учреждения в новых условиях. При входе постелен коврик, который каждые два часа смачивается дезинфектором. Рядом емкость для обеззараживания, бахилы для посетителей. А вот специальный изолятор, если у ребенка поднялась температура. Вот журнал порцевания, журнал регистрации детей, находящихся в изоляторе. Вот есть необходимые условия для ребенка, если он сюда попадает. Посуда необходимая, кровать. С группы ребенок приносится совсем постельным бельем, помещается в изолятор. Сообщается родителям, сообщается в Центр эпидемиальной гигиены и технологии. Да, это все проходит в течение двух часов. Перемедив температуру, мы видим, повышается у ребенка температура или нет. Необходимость такая нужна, чтобы избежать. И распространение коронавирусной инфекции, это профилактика. Если вы обратили внимание, наши дети подготовительные, прекрасно, если задали вопрос, они настолько знают про коронавирусную инфекцию, они знают, учитывая дача, что для этого нужно сделать, как обрабатывать руки. И они вместе с нами играют в эту игру. Мы не просто меряем температуру, потому что нам страшно. Ну, может быть, да, мы просто играем в какую-то игру. В группах убрали все мягкие игрушки и ковры. Кровати располагают в шахматном порядке. Обязательно сквозное проветривание и санобработка. В течение дня всем детям три раза измеряют температуру. Если раньше посуду мыли, то сейчас ее еще и замачивают в дезрастворе после каждого приема пищи. А выдает еду повар в маске и защитном экране. Мытье игрушек, обработка полов, обработка поверхности. Оно потребовало закупки дополнительных материалов, емкости. Все сады на 100% обеспечены, открывающиеся. И постепенно перед открытием идет пополнение всеми средствами индивидуальной защиты и также дезинфицирующими средствами. На следующей неделе планируют открыть еще пять дошкольных учреждений. Детский сад «Пятый» примет детей в понедельник. До 1 сентября в городе обещают возобновить работу всех образовательных учреждений. А вопрос об открытии ясельных групп тоже рассматривают.